Новости дня на телеканале «Автис» в студии Елены Жерлова. Здравствуйте и коротко о главном. Натиск стихии. В садоводстве юбилейной затоплены несколько участков. На чьей стороне и правда. Частые парковки во дворах набирают популярность, но законны ли они? День освобождения узников фашистских концлагерей отмечается сегодня. В Ангарске живут свидетели тех страшных событий. Растопили лед. Массовая драка произошла во время матча юношеских хоккейных команд. А теперь об этом и других новостях подробнее. В садоводстве юбилейной ангарского округа начался потоп. Из берегов вышла река Еловка. Разгул стихии начался в минувшие выходные. Затоплены несколько участков, расположенных по двум прибрежным улицам. Жители опасаются, что если вода не перестанет прибывать, многие могут лишиться крыши над головой. Жителям СНТ «Юбилейная» пришлось достать резиновые сапоги. Из берегов вышла река Еловка. К понедельнику вода покрыла более десятка дачных участков и пока не идет на убыль. Скажем так, ситуация околокритическая. Куда стучаться, что делать, мы не знаем. Правление бездействует. Вот своими силами стараемся. Примерно в каждом третьем доме люди обитают круглый год. Местные говорят, за последние 10 лет потопов здесь не было ни разу. В службе ГОИЧС Ангарского округа пояснили, случившееся связано с активным снеготаянием. Однако жители Юбилейного не исключают и техногенный характер бедствия. Вся вот эта наледь, полтора-два метра, это следствие сбросов АХК. То есть после того, как они перешли на закольцованную систему охлаждения своих каких-то установок, они не подумали о том, что лед этот будет замерзать, намерзать, намерзать сверху. И все, что они дальше в конечном итоге сбрасывают, оно все растекается именно по участкам. На предприятии факт сброса воды в водоем подтвердили, однако не считают, что это могло вызвать потоп. Лимиты на сброс строго соблюдаются. Да, стали отводить наши воды, которые используются на охлаждении оборудования. В реку Малая Еловка через выпуск номер 2. Все это происходит в тех объемах, которые нам разрешены. Мы их не превышаем, даже более того, они в два раза меньше, чем это нам позволено. Что касается потопления, надо смотреться на самой Еловке. Там может быть подпор реки Китой. Этим надо заниматься. Как сообщил главный энергетик предприятия, в настоящий момент объемы сброса снижены еще на 50%. Также рассматривается возможность перенаправить напор воды в Еловское водохранилище. Однако для этого требуется решение муниципалитета. Александр Вычков, Олег Левченко, Местное время. Упростили системы закупок, приняли меры по поддержке сельскохозяйственной, туристической и других отраслей. На федеральном и областном уровнях делается все возможное, чтобы стабилизировать экономику в условиях антироссийских санкций. На заседании штаба, который прошел под руководством Игоря Кобзева, отметили. В Иркутской области создан сервис, в котором зарегистрировано более 140 предприятий. На портале размещено около 2500 наименований продукции, которые производят в регионе. Председатель правительства подчеркнул, что ключевую роль в стабильном функционировании экономики региона играют крупные системообразующие предприятия. Все их предложения по мерам поддержки оперативно отрабатываются и направляются в том числе на федеральный уровень. В России на полгода ввели мораторий на банкротство физлицы бизнеса. Право на отсрочку предоставит должникам возможность справиться с текущими трудностями, найти новые источники дохода и укрепить свое финансовое положение, не закрывая компанию или бизнес, не увольняя сотрудников. Мораторий будет действовать с 1 апреля по 1 октября. В течение этого срока кредиторы не смогут обратиться в суд с заявлением о банкротстве любого должника, как юридического лица, так и гражданина или индивидуального предпринимателя, сообщает пресс-служба УФНС. Ангарску вновь присвоен статус самого благоустроенного города Иркутской области. Рейтинги формируются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. По итогам 2021 года Ангарск по многим показателям обогнал Иркутск и Шелихов. Чем обусловлено первенство и как руководство округа намеренно его поддерживает, расскажем в следующем материале. Совещание по санитарной очистке в администрации округа началось с приятной новости. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России по итогам прошлого года признало Ангарск самым благоустроенным городом при Ангарье. Рейтинг формировался по 36 критериям, среди которых качество уличной дорожной сети, социально-досуговая среда, озеленение. По этим показателям город нефтехимиков обогнал Иркутск и Шелихов. Сергей Петров поблагодарил представителей управляющих компаний и коммунальных служб за вклад в развитие городской среды. На моей памяти мы впервые обошли Иркутск по этому показателю. И, наверное, это наша общая заслуга, хочу всех с этим поздравить. Надеюсь, что мы с этой планки уже не опустимся. Ангарск был, есть и будет самым комфортным городом для проживания в Иркутской области. Как отметили участники совещания, теперь важно не сойти с пьестала и, главное, сделать все для того, чтобы комфорт от проживания стал еще более заметен для самих ангарчан. И первое, что нужно сделать – привести в порядок городские улицы. Работа по санитарной очистке решено провести до майских праздников. Общегородской субботник запланирован на 22 апреля. Помимо уборки бытовых отходов очистят и малые архитектурные формы, объекты, благоустройство и водостоки. Также мы стандартно обращаемся к управляющим компаниям, помочь нам покрасить бордюры и деревья. Вы всегда для нас это делали, никогда не отказывались, поэтому я думаю, что вы нас в этом плане поддержите. Мы предоставим график уборки автомобилем дорог для покраски бордюров, потому что сейчас подрядчики уже начали вычищать это вдоль бордюрного камня, потому что, повторяло все, поэтому следом можно уборку и начать прокрашивать. Состояние дорог – один из ключевых показателей городского благоустройства. В этом году капитальный ремонт пройдет на 12 километрах полотна. Также в течение года подрядчики будут латать ямы в разных частях округа. Уборка будет проходить и в местах отдыха. Сейчас сотрудники МУП в парке Ангарска заняты подрезкой деревьев и кустарников. Это улица Ростовая Марковна, в случае выполнена Пушкина, улица Мира в работе. В окончании уже, то есть прежнем, сразу перерабатываем, подсорим, дорогим. Переработанная щепа временно складируется в парке «Десятилетия Ангарска». А жители могут набрать материал для дальнейшего использования на садовых участках. В скором времени коммунальщики планируют использовать ее углевыравнивание рельефа в городских парках. Алла Коваленко, Александр Почков, Олег Левченко, Местное время. Столбики с цепями, оранжевые блокираторы, полусферы и прочие металлические ограждения, которыми предприимчивые россияне резервируют себе парковочные места. Но если и раньше эта проблема была актуальной в основном для жителей Москвы и других крупных городов, то сегодня она стала насущной и для ангарчан. Во дворах все чаще начали появляться незаконные конструкции. Кто дает на это добро и что грозит за самовольный захват территории? В репортаже Анны Дергаусовой. Один из городских дворов. Вечер. Люди возвращаются домой. Привычная картина, припаркованный у подъезда автомобиля. О том, что еще не все соседи вернулись с работы, говорят вот такие конструкции. Так некоторые автолюбители пометили свою территорию. Пока одни возмущаются предприимчивостью соседей, другие сетуют на безвыходность ситуации. За последние пять лет количество машин в Ангарске выросло в десятки раз. Городских парковок не хватает. И тут либо оставлять автомобиль в соседнем дворе, либо идти на крайние меры. Расскажите, как давно вот такие конструкции появились в вашем дворе? Да, наверное, приблизительно месяц-полтора назад. Ну, только две их возле второго подъезда. Возмущает вот предприимчивость соседей? Конечно. Ну, я считаю, что это нечестно. Если каждый себе поставит, то вместо всем не хватит. Вообще, по факту, я думаю, что кто приехал первый, да, ну, тут встал, ну, извините, глядите себе, купите гараж. Это общая территория, мы считаем так. Все возмущаются. Мария живет в этом микрорайоне. Как и другие соседи, пыталась выйти на диалог с владельцами данной парковки. Мирно решить вопрос пока не удалось. Бесполезную игру. Вот вчера поставили другие машины, они вышли, начали пинать по машине. Вы что, здесь поставились? Время шесть утра, люди спят, они стоят в окно, урут. Вы почему поставили на мое место? Кто сказал, что это ваше место? И они сказали такую вещь, что, ну, нигде же не написано, что нельзя так делать. На самом деле написано. Жилищный кодекс Российской Федерации, а именно статья 36, говорит о том, что подобные конструкции являются незаконными. Но насколько не санкционирована установка металлических столбиков и ограждений, настолько будет нарушением и самостоятельный демонтаж. Иными словами, если вы или ваши соседи решили сломать сооружение, то может грозить приличный штраф. Если речь идет про парковки внутри двора, то территория является общей собственностью жильцов данного дома. Ну и, соответственно, все правовые вопросы относительно парковки решаются на общем собрании жильцов. То есть голосованием большинство голосов, там, по-моему, две трети голосов, должны определить как порядок использования двора в качестве парковки, так и выделение, возможно, каких-то отдельных парковочных мест для отдельных жильцов. Нет, такого собрания не было. И, в общем-то, я думаю, что большинство собственников, особенно у кого отсутствуют автомобили, они были бы против. Ну, во-первых, так скажем, это нарушает их права как собственников, во-вторых, препятствует нормальному подъезду. Те, кто установил, совершили нарушение этих правил. Это в их выражении форма протеста против того, что им не хватает места для того, чтобы поставить свой автомобиль. Вот они и приезжают. В связи с тем, что площадка разбитая, не хотят ставить в лужи. Ну, как обычно, одна проблема высветила несколько сразу уже давних проблем. Решить проблему между соседями зачастую бывает непросто. Люди ищут справедливости в суде и, кстати, отстаивают свое право. Но прежде чем идти на кардинальные меры, все же лучше попробовать устранить проблему мирно. Ведь порой после родственников и друзей соседи – это самые близкие люди. И у каждого из них есть приоритетное право пользоваться придомовой территорией. А потому, чтобы не довести дело до суда, любое решение должно вначале обсудиться на общем собрании. И неважно, протест это или какие-то другие акции. Что касается данного двора, парковку владельцы все же убрали. Осталось победить в проекте по формированию комфортной городской среды. Чтобы оставлять машину у дома, было не только вынуждено, но и комфортно. Анна Дергалов с Валей Хлебченко. Местное время. Экологи раскритиковали новый метод ликвидации отходов БЦБК. Он заключается в том, что вредные вещества нейтрализуют с помощью минеральных составов прямо на глубине. Ранее предполагалось, что отходы будут извлекаться из накопителей и затем компостироваться. Новый процесс не прошел научную и правовую экспертизу, а потому нельзя начинать проектирование этой системы, утверждают экологи. Однако федеральный оператор настаивает на необходимости импортозамещения технологий. Опасные отходы у соли Химпрома проникли в землю на 15-метровую глубину. Федеральный экологический оператор предоставил проект первого этапа ликвидации накопленного вреда на площадке у соли Химпрома. Инженерные изыскания были проведены в 2021 году. Территория загрязнения существенно превышает площадь закрытого предприятия. Продолжаем выпуск. 11 апреля во всем мире отмечается День освобождения узников фашистских концлагерей. Он был учрежден ООН в памяти о восстании пленных Бухенвальда. В этот день, в 1945 году, заключенные захватили оружие и ликвидировали надсмотрщиков. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, тюрем и гетто. В них содержались 20 миллионов человек, среди которых 2 миллиона детей. Свидетели тех страшных событий живут и в Ангарске. Одной из самых страшных страниц человеческой истории стала история фашистских концлагерей. Для нацистской Германии они были не только методом устрашения, показателем господства и поставщиками бесплатной рабочей силы, но и статьей дохода. В переработку на производственные цели шли самые страшные составляющие – волосы, кожа и зубы узников. Через такие тюрьмы прошло около 20 миллионов человек. По разным данным, 12 из них погибли. Для нашей страны это особая дата. 5 миллионов погибших являлись гражданами Советского Союза. Дети не плакали, а заедали их вши, клопы. Вот родители замотают, одни носики оставляли и все равно придут. И они пролазили туда, все заедали. И дети не плакали, как будто бы они знали, что нельзя плакать. 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Дата была выбрана и утверждена ООН. В этот день произошло интернациональное восстание узников одного из крупнейших концлагерей – Бухенвальда, который впоследствии назвали лагерем смерти. Чем кормили, чем попало, балантой. Воды не давали почти, дождь идет. Собирали в лужицах, дождь пили. Есть почти не давали, траву съели и погнали нас дальше. Узнав о приближении союзных войск, узники Бухенвальда подняли бунт, а готовились к нему на протяжении нескольких лет. В концлагере создавали подпольные группы. Самой мощной из них была группа советских военнопленных. Восстание началось со штурма сторожевых вышек. Затем заключенные захватили здание администрации лагеря и арсенал. К вечеру территория полностью перешла под контроль восставших. Это такой всплеск героизма. Действительно людей, которые были измуждены, измучены в этих застенках этого лагеря. Это был один из ужаснейших самых лагерей. Это концлагерь смерти Бухенвальд. Этот день отмечают во всем мире. К местам массового захоронения и могилам жертв фашизма приносят цветы. В Ангарске погибших почтили минуты молчания. Ведь помнить о них – священный долг каждого человека. Ирина Шавлю, Кристина Пермякова, Роман Венов. Местное время. Торжественным митингом отметили в Ангарский день войск противовоздушной обороны. Несколько десятков лет небо над городом охраняют военнослужащие части 25-512. Зенитные и ракетные войска составляют основную огневую силу в системе ПВО. А про военнослужащих говорят, что это настоящие интеллектуалы военного дела. Второе воскресенье апреля в календаре значится как День войск противовоздушной обороны. Более 65 лет Ангарск охраняет зенитно-ракетный полк. Это часть номер 25-512. Личный состав торжественно построен и готов принимать поздравления. Выразить свое уважение, выразить свою признательность за вашу работу, за ваш профессионализм. За то, что мы можем быть уверены в том, что небо над нами будет чистым. В построении принимают участие кадеты школы номер 11. Сегодня можно с уверенностью сказать, что это подрастающая смена. Помимо школьной программы, они осваивают строевую и огневую подготовки. В школе у нас рассчитывается, ну вот седьмой класс 20 человек, а в шестом классе 26 человек. Нравится быть, ну как мужественным. Вот. И я выбрал этот путь. У ангарского зенитного ракетного полка богатая история. Воинская часть была основана для охраны особо важных государственных объектов, расположенных на территории округа. Служба ракетчиков сопряжена с огромной ответственностью и риском. Военнослужащие несут круглосуточное боевое дежурство, наблюдая за воздушными рубежами в веренной территории. Такой извечный вопрос, чем пехота отличается от зенитракетных войск. Да тем, что это интеллектуальные войска. К нам простого с улицы никогда в жизни не возьмут. Это определенный уровень образования, определенный уровень подготовки, знания, умения пользоваться технической документацией. Это очень сложно. В торжественной обстановке военнослужащим вручили благодарности за безупречную службу и объявили о присвоении очередных воинских званий. Андрей Иванов, Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Ангарск присоединился к международной акции «Тотальный диктант». Проверить свою грамотность решились 150 человек. Они написали текст о первой любви, автором которого является Марина Степнова. Результаты станут известны 12 апреля на официальном сайте. В городе Нефтехимиков «Тотальный диктант» проходил на пяти площадках. В организации приняли участие филологи и добровольцы всего 45 человек. Теперь о спорте. Жаркой выдалась встреча юношеских хоккейных команд «Ангарского Ермака» и «Новосибирской энергии». Во время матча между спортсменами началась массовая драка. На то, чтобы разнять разгоряченных парней, потребовалось несколько минут. Отмечу, матч состоялся в рамках первенства России среди юношей 2006 года рождения в регионе Сибири Дальний Восток. Ангарчане владели значительным игровым преимуществом по ходу встречи и обыграли энергию со счетом 8-0. Оранжевые занимают третью строчку в турнирной таблице. В 40 матчах команда Сергея Воробьева одержала 30 побед. Новосибирцы находятся на предпоследнем 10-м месте с 8 победами. Вот, перепочек у нас. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Это третья городская олимпиада по ментальной арифметике. В ней принимают участие более 80 человек. Перед стартом обязательно разминка. За партами самые юные ученики школы «Сарабан». Некоторые еще ходят в детский сад. Но все уже умеют образно мыслить и, конечно, считать. Уникальные занятия по ментальной арифметике развивают у детей синхронную работу обоих полушарий. Отсюда и удивительные способности. Они знают, что такое уроки, они знают, что такое домашнее задание, они знают, что такое ответственность. И плюс у них обработка информации, хорошая память, работают с многозадачностью. То есть они одновременно могут считать и одновременно еще рассказывать стихотворения. То есть со стороны смотрится, что это ребенок гений. Нет, это вообще абсолютно все обычные дети. Это просто так построена методика, что они у нас считают на волшебных, воображаемых таких счетах. Ментальная арифметика – это не просто работа с цифрами, но и развитие образного мышления. Большое внимание педагоги уделяют в том числе психологической подготовке ребятишек. Я научилась считать, быть уверенной в себе на Олимпиаде, когда даже стала верить в себя, что я выиграю, я займу какое-то место, что у меня все получится и все будет хорошо. Школа ментальной арифметики «Сарабан» – это большая и дружная семья, готовая поделиться своими уникальными знаниями со всеми желающими. Ведь тренировать мозг полезно в любом возрасте. А у меня к этому часу все новости. Следите за развитием событий вместе с нами и присылайте свои темы для сюжетов. С вами была Елена Жерлова. Увидимся на телеканале «Актиз». Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, частная охранная организация «Витязь» – верность традициям. О происшествиях в регионе расскажем далее. В студии Ирина Шавлюк. Здравствуйте. Экс-главе Минлеса при Ангаре Сергею Шеверде продлили арест еще на три месяца. Бывший министр будет находиться под стражей до 13 июля. Отмечается, что постановление суда пока не вступило в законную силу и будет направлено на рассмотрение в Иркутский областной суд. Напомню, в июне 2018 года следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного назначения в согласовании проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения «Туколань». После этого начались различные проверки, прошли судебные заседания и общественные обсуждения. В июне 2019 года министр лесного комплекса Иркутской области был задержан в аэропорту Шереметьево. В Приангаре в расследовании убийства 25-летней давности поставлена точка. Следственный комитет передал в суд материалы уголовного дела по убийству, которое было совершено четверть века назад. В 1996 году компания молодых людей остановила попутку, чтобы добраться из Иркутского с Улисибирска. В пути у одного из пассажиров, по версии следствия, возник умысел завладеть транспортным средством. Он попросил водителя остановиться, после чего произвел выстрел в область шеи. После произведенного выстрела убрал обрез, сумку поставил, вышел, взяли трупы и принесли в лесополосу. Кровь где-то была? Кровь была на сиденье и на нижних, на поликах. Подозреваемый был задержан в прошлом году. Он признался и показал, куда спрятал тело. На горе Мункусардык в Акинском районе Бурятии сорвались туристы. Группа не была зарегистрирована. ЧП произошло в Верховье горы. На место происшествия выехали спасатели Бурятской республиканской поисковой спасательной службы из села Кырен Тункинского района. Дополнительно привлекли спасателей из Улан-Удэ. В итоге один человек погиб, второй находится в больнице. А между тем спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от похода. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья сохраняется угроза схода лавин. Всем туристическим группам необходимо зарегистрировать маршрут и отслеживать изменения погодных условий на протяжении всего пути, отмечают в МЧС. Также в северных районах региона предупреждают об опасности на дорогах. Сохраняются снежные накаты и гололедица. Водители призывают соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. Гонки с автоинспекторами. В Иркутске пьяный водитель устроил ДТП во время задержания. 5 апреля в ходе ночного патрулирования улиц в областном центре внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль Kia Rio, виляющий по проезжей части. Полицейские потребовали от водителя остановиться, на что он только прибавил скорость и попытался скрыться. На одном из перекрестков нарушитель выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Toyota и был задержан. За рулем оказался 43-летний местный житель с явными признаками опьянения, что подтвердило проведенное свидетельствование. В отношении лихача сотрудники ГИБДД составили 7 административных протоколов. Полтора года колонии за езду в нетрезвом виде. Жителю Чунского района присудили полтора года колонии поселения с лишением права управлять автомобилем на срок до 4 лет. Вердикт был вынесен мужчине за повторное нарушение. Ранее он уже имел судимость, аналогичное преступление был лишен водительских прав. Еще больше новостей на сайте актис.тв.ру. Будьте в курсе всех событий. А у меня к этому часу все. До следующего понедельника. Спонсор выпуска. Общество с ограниченной ответственностью. Частная охранная организация. Витязь. Верность традиции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok